приветствую на моем канале предыдущем видео я рассказывал о том что сенка поймал вчера вчера он короче отгрыз веревку и побежал дети вовремя заметили я успел поймать но с веревкой же поэтому его обнаружить было не сложно вот у меня кстати собака его звать барон он тоже перегрызал эту же веревку но не убегал но все что попадалось ему под зубы начинал грызть детскую коляску сгрызть не железные эти верхушку зуб острый погрызть потом я в итоге купил цепь металлическую а насчет леса у меня какая-то была чулька что сбежит но я думал если все таки не оборвет нет не откусит эту веревку то некоторым был привязан то я все таки куплю сегодня цепочку не появится какого-то покупателя лисенка лисенка я уже на вид у вас сегодня хожу утром проверить грязи веревка и убежал убежал так убежал сижу и думал расстроиться этому факту или принять как должно или или как начать переживать думаю какой смысл во всем это свободное существо родилось в свободном мире он тут попался мне его на эту на веревку то есть решил свободное существо его свободы с другой стороны мне надо было все таки его на какое-то время здесь меня подержать посмотреть на живую лесу определенные выводы сделать вот почему да потому что потому что пока ты не сталкиваешься с чем-то ты никогда не понимаешь конкретно что вообще происходит ты всегда будешь делать поверхностные выводы вот поэтому как бы я не старался удержать лисенок все равно сбежал единственное только что ошейник у него он настолько маленький что он фактически фактически я не знаю способен был бы выжить но если способен будет выжить то значит выжить просто его мамка кормила маленький еще уже так скажем не моей проблем в общем как бы вот так сбежал лис у меня я сегодня это запчастями для пилы проще ты не пошел искать это существо такое что она во второе где-то может рядом сидеть это хрена увидишь потому что он настолько осторожно столько тихий то есть он вообще бесшумный как будто у него вот эти вот шумовые эффекты которые ну сопровождают обычно человек там идет где-то они выключены его вообще не слышно его можно увидеть да если вдруг он опухнется или маленькие взрослого лиса ты это видеть можешь только чисто по случайности на камеру видеонаблюдения или как я однажды с окошка просто увидел ну вот у меня корова не корова тёлка была которую мы решили забить на мясо и вот шкура там валялась я специально и оставил какие-то животные придут и заберут и нос едят и вот лис как-то пришел похавал короче шкур видимо и как бы это я еще на видео немножко снял но я даже не старался выходить кризон вообще я знал что сейчас дернет пока его как малейший маленький звук и этот лис дернул так что тут такая ситуация с листом с листами как бы вот так вот с утра не знал что даже одеть девачу понятно было что она в траве сидела разве нет понятно саму себя сдал думал что на нее нападают но у них есть этот естественный страх ну конечно часто страх их спасает того чтобы быть съеденными кстати вот заметил в россии внимание как природе происходит есть пчелы и шершни шершни для пчел кто сатана а для шешни кто-то тоже сатана потому что для шешни тоже есть своя угроза так что не все что идет против тебя является сатаной просто есть люди которые обладают большей силой и у них просто катушки съехали решают тебя уничтожить но вчера видео ролик как пчелки этого шершня завалили так что если улик сильный они с шершнями справятся тоже там некоторые говорят шершни убийцы пчел извините меня если сами пчелы друг у друга бывает воруют разворовывают улик вот слабые семьи то есть если пчелы лопухнулся то соответственно соответственно у него этот пчел этот улик разворовывают другие пчелы с других улик и соответственно и убьют там матку останется без одного улика но так что с таким уликом никаким шершням блин не справится будет с сильными ямель так что говорить о том что они там пчелиные улей разоряют извините меня пчелы количество он берут облепляют этого шершня и шершню капец так что вот так вот очень вот такие вот дела вот об этом хотелось бы хотелось маленько поделиться с утра птички поют так что нам пришлось поделиться с утра птички поют